Приветствую вас, коллеги. Давайте для начала, как обычно, проверим качество связи сегодня. Если вы меня видите и слышите, то поставьте любой значок в чате, либо нажмите на огонек в нижнем углу экрана. Хорошо, спасибо за обратную связь. Осталось несколько секунд до начала вебинара и я думаю, что мы в принципе можем начать. Меня зовут Екатерина Дмитриевна, моя фамилия Зубкова, я ведущий методист группы компании Просвещение. Моя специализация математика, но сегодня мы с вами поговорим об одном интересном элективном курсе, который нельзя назвать чисто математическим, несмотря на слово математическое в названии этого элективного курса, именно математическое моделирование. Вообще, если говорить о профильной школе, о преподавании любых предметов на углубленном или на базовом уровне в профильной школе, то здесь, наверное, мы больше, чем где бы то ни было, говорим именно о метапредметности и даже о межпредметности. Ну, давайте вспомним основные моменты, каким образом мы с вами в этом году начали обучение школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам и как это закреплено в примерных основных образовательных программах. Ну, самое главное, о чем я всегда говорю, это о том, что есть примерные профили обучения, закрепленные в федеральном государственном образовательном стандарте и примерные основные образовательные программы. И что мне нравится, я думаю, вам тоже, что математика на углубленном уровне преподается практически на каждом из представленных профилях обучения, кроме гуманитарного и одного из вариантов универсального. То есть математика, понятно, что математика, профильная математика важна для дальнейшего профессионального самоопределения школьников практически в любой профессиональной деятельности. Очень мало таких профессиональных деятельностей, где математика не нужна. И когда мы с вами говорим о углубленном изучении математики на предмете, то здесь, в принципе, все достаточно просто и ясно для нас с вами, потому что математика в Российской Федерации, математическое образование одно из самых лучших, как было, так и остается. И мы с вами углубленно преподаем, а школьники изучают математику уже давным-давно, то здесь возникает вопрос именно о профильной школе, о том, как реализовать профильное обучение, а именно показать, какие разделы математики пригодятся школьникам в той или иной профессиональной деятельности. Вот это самое главное, именно приложение математическое. И об этом мы сегодня поговорим на примере одного из элективных курсов. Ну, прежде всего, хочу сказать, что вообще, в принципе, перечень элективных курсов достаточно велик, не только в группе компании просвещения, я думаю, что у вас уже, в принципе, профильное обучение уже реализовывается, но вот мы можем предложить огромное количество элективных курсов. Более того, вот здесь с этого слайда, после того, как вы скачаете себе презентацию, она уже есть в прикрепленных файлах, есть прямая ссылка на сборник примерных рабочих программ. По всем элективным курсам для профильной школы. Перечень постоянно обновляется, и в соответствии и рабочие программы тоже пополняются. Вот этот набор рабочих программ и набор элективных курсов. Вообще, в принципе, чисто математических элективных курсов на самом деле не так много, как я уже сказала, в основном здесь метапредметность, и мы сейчас это увидим. Говорить мы будем сегодня об элективном курсе математическое моделирование, причем можно его использовать не только в школе, в 10-11 классе, но и при среднем специальном образовании тоже, то есть в колледжах, в лицеях. И основной момент здесь, во-первых, то, что можно изучать его и в 10-м классе, и в 11-м классе. Ну, я бы не стала растягивать его на два года, все-таки я лучше бы за один год рассмотрела бы программу этого курса. Здесь достаточно компактно все собрано. Но программный материал планирования здесь подразумевает, как распределение тем на 2 часа в неделю, преподавание 2 часа в неделю или 1 час в неделю. То есть, конечно, если есть такое желание, можно это растянуть на 10-11 класс, но, на мой взгляд, лучше было бы все это завершить за один учебный год. Либо 1 час в неделю, либо 2. Вот здесь, на этом слайде можно увидеть подготовку старшеклассников к участию в международных исследованиях в качестве математического образования ПИЗа. Вы можете, может быть, некоторые из вас могут возразить, что математическое исследование ПИЗа, не только математическое исследование, вообще международное исследование ПИЗа проводится для школьников 15-летнего возраста. Но здесь не регламентирован класс обучения. Здесь именно говорится о школьниках 15-летнего возраста, Поэтому, в принципе, это пособие можно использовать и в 9 классе тоже во внеурочной деятельности. Материала 8-9 класса, математического материала, математического аппарата, в принципе, хватит для того, чтобы изучить этот материал. И задания здесь именно практикоориентированные. И, в принципе, по-разному можно использовать это пособие. Как ввести отдельный элективный курс на уровне старшей школы, так и как дополнительный, например, факультатив или внеурочное какое-то занятие в 9 классе при профильной подготовке. Но мы сейчас в этом убедимся. Смотри, загляну внутрь пособия. Ну, во-первых, посмотрим на оглавление достаточно быстро, потому что мне бы хотелось конкретные задания рассмотреть с вами сегодня. Посмотрите. Самое главное, что здесь интересно, здесь 4 главы, материал разбит на 4 главы. И самое интересное, что здесь есть, конечно, теоретический материал определенный, но погружение происходит именно с постановки конкретной задачи. То есть ставится, то есть ученик, группа учеников погружается в определенную ситуацию, контекстную, а дальше уже вокруг этой ситуации возникают дополнительные вопросы и дополнительный какой-то теоретический материал, исторические справки, интересные моменты. И все это происходит в процессе решения задач. Это очень интересное такое здесь построение. При использовании этого пособия, в принципе, никаких больше дополнительных материалов не нужно, но здесь подразумевается выполнение лабораторных работ с использованием пакета Microsoft Office, ну, а в частности Excel, электронной таблицы Excel. Не на протяжении абсолютно всего курса. Здесь очень многое сначала делается вручную для того, чтобы показать, как вообще это происходит, а потом предлагается выполнение лабораторных работ именно с использованием замечательного приложения Excel, потому что, ну, это табличный процессор, как это раньше говорилось школьникам еще тогда, когда только появился. Ну, вообще, это достаточно уникальное приложение офисное, которое позволяет решать достаточно много прикладных задач. Ну, мы сегодня рассмотрим одну лабораторную работу, прям вместе с вами ее выполним. Смотрите, то есть чего здесь только нет. Здесь, во-первых, и показывается, в каких профессиях конкретных применяется математическое моделирование, и на конкретных примерах школьники уже погружаются в профессию математика-аналитика и математика-программиста в том числе. Смотрите, кроме этого, вот еще на что я хотела обратить внимание, но я вам покажу конкретно. Мы не только готовим школьников к погружению в ту или иную профессиональную деятельность, ну, здесь конкретную, но и решаем чисто математические задачи. То есть здесь еще и подготовка к государственной итоговой аттестации, потому что, ну, иногда учителям математики жалко тратить вот эти вот дополнительные часы не на подготовку к ЕГЭ, скажем так, вот такое бывает. Но здесь использование этого пособия, оно не противоречит, в том числе и подготовке к государственной итоговой аттестации. Мы сейчас это увидим, посмотрим. То есть не в полной мере здесь, конечно, нет заданий из контроля измерительных материалов ЕГЭ, но, тем не менее, математически аппарат здесь тоже тренируется. Что еще важно? Вот это тоже скрин из пособия. Здесь даются примерные темы для индивидуальных проектов. Ну, я бы не назвала это темой, но мы сейчас посмотрим. Направление для выполнения индивидуальных проектов. Мы знаем, что в 10-11 классе это актуально, потому что абсолютно каждый выпускник должен выполнить индивидуальный проект. И вот в каждом из пособий для профильной школы у нас в принципе в конце пособия или по главам предлагаются темы или направления для проектных или исследовательских работ, как и здесь. Обратите внимание, здесь есть два важных приложения. Одно мы сейчас с вами рассмотрим, прям посмотрим пристально, потому что это важно. Второе, не менее важно, поурочный план, но в принципе есть подробное тематическое планирование в примерном сборнике, в сборнике примерных рабочих программ, ссылку на который я уже дала. И список рекомендуемой литературы, если она понадобится. В принципе, это может и не понадобиться. Посмотрите, вот направление для индивидуального проектирования или для исследований. Смотрите, какие интересные темы. Смотрите, вот, например, третья тема сейчас в наше время достаточно актуальна. Смотрите, вот здесь модель заболеваемости рассчитать и построить респираторными и другими заболеваниями, например, в школе. Ну вот сейчас это наиболее актуально в наше время. Смотрите, учащихся, учителей, может там жители микрорайона. Информацию сейчас взять в интернете достаточно легко. Можно прогноз рассчитать достаточно интересно. Причем здесь показывается, то есть не просто даются темы, это в конце пособия дано. То есть здесь показано, каким образом, вот, например, может возникнуть вопрос, а как это рассчитать и построить тренд. Здесь конкретно дан и теоретический материал на конкретных задачах, плюс, как это сделать с использованием информационно-коммуникационных технологий. Сейчас посмотрим. Я надеюсь, что мы успеем. Очень важный момент. Я сейчас, ну, вы сможете скачать презентацию, уже сейчас можете скачать. Вот здесь конкретная инструкция для вас и для ваших учеников. Вы сможете взять эти слайды, может быть, отдельно выделить, вырезать, для того, чтобы демонстрировать школьникам, например, как подключить надстройку пакета анализа в Excel. По умолчанию он обычно не бывает подключен. Может быть, у некоторых уже подключен, если школьники, например, используют свой собственный компьютер, а он, например, является родительским компьютером, ноутбуком, например, и родители, например, экономисты или аналитики и уже занимаются, используют эту надстройку. На самом деле сделать это достаточно просто. Это дело нескольких секунд. Мы выходим на вкладку «Файл», дальше вкладка «Параметры», здесь подробная инструкция, появляется окошко специально выплывающее. Посмотрите, в этом окне мы должны посмотреть, но, как правило, это бывает в надстройках, уже это стоит по умолчанию, управлению надстройкой Excel. Нужно нажать на кнопочку «Перейти». Я думаю, можно это делать прямо вместе с учениками, если вы будете делать это либо в компьютерном классе, либо у вас есть переносные ноутбуки. Я знаю, что во многих классах есть. Смотрите, дальше поставить галочку в появившемся окне, в пункте «Пакет анализа». Все. И нажать «Ок». Все. Теперь, если мы заново откроем Excel, любой лист, любую книгу Excel, мы увидим, что на вкладке «Данные» у нас появился вот такой инструмент «Анализ данных». Он нам понадобится, и чуть позже, когда мы будем рассматривать лабораторную работу, мы посмотрим конкретно, как это использовать. Это на самом деле достаточно просто. Вот такая пошаговая инструкция для вас и ваших учеников. Можете попробовать это сделать, но не сейчас, а по окончании вебинара попробовать. Это не очень сложно. Как я уже сказала, вот оно, поурочное планирование. Как я уже говорила, 35 либо 70 часов, либо 1 час, либо 2 часа в неделю. 4 главы. Теория-пример. Причем теория начинается именно с погружения. И задачи для самостоятельного решения. Задачи очень интересные. Многие задачи даны с ответами, не с решениями. Есть, конечно, рекомендации по решению, для того, чтобы школьники могли самостоятельно прийти к ответу. Ну и задачи для самостоятельного решения тоже есть. Александр, я сейчас читаю ваши комментарии. Задания ПИЗа далеки от заданий ОГИ 9 класса на порядок или 2. Они проще, чем задания ОГИ 9 класса. Задания ПИЗа, в принципе, значительно проще и немного на другое нацелены. Так, сейчас я посмотрю дальше. Бежал у меня ваш комментарий. Отлично. Содержание. Задача про Байкал, по-моему, не в ОГИ. Она была про Байкал в ВБР. То ли за 7, то ли за 8 класс, по-моему, была в демо-варианте. Задача про Байкал, не в ОГИ. Посмотрите, мы об этом с вами уже говорили. Я немножко отвлекусь. Я прошу прощения у слушателей, потому что это, на самом деле, такой важный, злодневный вопрос. И он у многих учителей возникает. Все-таки основной государственный экзамен, государственная итоговая аттестация, в основном направлено именно на освоение школьниками предметных знаний. И вот эти несколько достаточно простых заданий, первые пять, они все равно показаны, как школьники предметные именно знания и навыки используют при решении практических задач. А задания международных исследований, они здесь не конкретные предметные знания проверяются. То есть как школьник умеет решать уравнения, например, или как школьник работает с дробями. А именно как он ту или иную изученную в курсе математики тему применит в конкретной жизненной ситуации. Он должен догадаться, что именно из математики ему нужно взять и применить. Тут немножечко разные задачи у исследования, у международного одна задача, ПИЗа, а у основного государственного экзамена и у единого государственного экзамена и у всероссийских проверочных работ немножечко другая. Это скорее, здесь лучше аналогию проводить с ТИМС, с исследованием ТИМС, именно предметные умения и навыки. И я думаю, что это важно. И поскольку речь, вот задача про Байкал, она все-таки была дана в всероссийских проверочных работ 7-го, 8-го класса, вот такие задачи, то там, эта задача только одна, в основном там тоже в всероссийских проверочных работах задания на предметные умения и навыки, на конкретные темы. И здесь еще умение понимать задачу, умение, скажем так, владеть читательской грамотностью в том числе. И это для нас тоже очень важно, потому что, когда школьник решает текстовую задачу, в том числе экономическую задачу на ЕГЭ, ему важно понять смысл задачи. Не научиться решать однотипные задания по шаблону, а понимать, что от него требует. Если формулировка задания немного изменилась, не теряться, а понимать, что в принципе математические знания и навыки, умения, которые он получил на уроках, вот они есть у него. Есть аппарат, сформирован. И суметь применить его при решении той или иной задачи. Вот точно так же и здесь, в курсе математического моделирования. Здесь конкретные математические знания, умения и навыки и задачи, с которыми он может столкнуться в жизни, в профессиональной деятельности. Мы здесь не ведем речь уже о каких-то бытовых ситуациях и каких-то моментах, когда говорим о математическом моделировании, о преподавании этого курса в профильной школе. Здесь мы говорим уже о детях, которые определились более или менее с тем, что они будут задавать математику на профильном уровне, и что их будущая профессиональная деятельность будет связана с математикой. То есть они точно знают, зачем им нужна математика. Просто показать, что не всегда они будут заниматься чисто математикой ради математики, а может быть и будут. Есть и такие профессии. Но иногда они математические свои умения и навыки могут использовать в специальных профессиональных областях. Вот сейчас мы посмотрим, какой именно. Может быть даже не все родители, например, об этом знают, а вот школьникам мы это покажем. Вторая часть. Здесь чуть поменьше. Да, вот, кстати, Екатерина, я с вами как раз согласна. На вузах, вот даже если, как вот было раньше, вот когда я училась, может быть вы учились, может быть здесь есть люди, которые начинали, заканчивали школу в советское время. Ну вот я в 90-м году закончила школу. В принципе мы не очень хорошо были подготовлены. Ну, может быть я только о себе говорю, может быть у вас было по-другому. Я училась не в специальной математической школе, а самой обычной общеобразовательной. И когда я пришла на механико-математический факультет, я была сильно удивлена, потому что математика в вузе крайне отличалась от школьной математики. Вот просто две большие разницы. Сейчас все-таки современным школьникам, которые занимаются математикой на самом деле на углубленном уровне и в специальных математических школах, и не только. Сейчас есть возможность и в общеобразовательных школах, вот взяли пособие и посмотрели, что это такое. То есть сейчас современные старшеклассники, приходя в математический вуз, куда они идут целенаправленно, они в принципе могут в школе уже познакомиться с теми задачами, разумеется, на более простом уровне, с которыми они встретятся в вузах. Те же самые транспортные задачи. Ну вот сейчас стало чуть проще, потому что появились дополнительные материалы, которых раньше, ну вот, ну не было. Ну, была, математика, конечно, была достаточно сильная в советское время, но все-таки далекая от того, что преподавалась уже непосредственно в механикматическом факультете, на прикладная математика и так далее. Хотя, в принципе, вот если мы посмотрим внимательно на темы, там то же самое, метод анализа временных рядов или там наименьших квадратов, все это знакомые нам темы с вузовских времен. Так, ну, продолжим. В помощь учителю, любой учитель, начинающий, опытный учитель, учитель, который не преподавал в профильных классах, легко вступит в преподавание вот этого элективного курса. Здесь подробная программа, причем даже, ну вот сейчас, когда мы составляем рабочую программу курса, дисциплины, предмета, мы не, нам не требуется, не нужна пояснительная записка там и так далее. Сейчас этого нет в положении рабочей программе, но здесь это есть для нас с вами, для того, чтобы понять, какова цель курса, что мы, собственно, здесь будем делать, для чего это нужно. Идея курса, это для нас с вами, администрация школы может этого и не потребовать, но для нас, в принципе, это достаточно удобно, поэтому здесь есть и пояснительная записка, и как можно преподавать один час в неделю и два часа в неделю, как использовать лабораторные работы, я не стала сейчас всю рабочую программу показывать, здесь это есть тоже. И самое главное, вот здесь фрагмент тематического планирования уже с расчесовкой и с основным содержанием, с тематикой. Все это есть, ссылка тоже есть на вот третьем, по-моему, слайде по счету. Я думаю, что вы презентацию уже скачали, в принципе, могли бы уже с ней познакомиться, но я вам советую все-таки сделать это попозже. Тем, кто уже был на моих вебинарах, я уже вот эту задачу несколько раз рассматривала. Ну вот, может быть, для новых учителей это будет интересно. Смотрите, как я уже сказала, сразу, с самого начала предлагается конкретная ситуация. Представьте себе, что вы владелец или руководитель небольшого ресторана, 90 посадочных мест. То есть уже сразу интересно, вот мы владелец ресторан. И как это вообще связано с математикой, если это вроде бы бизнес, экономика, при чем тут математика? Ну, чуть позже становится совершенно очевидно, что без математики здесь не обойдешься. Я здесь, конечно, немного переставила местами то, как здесь есть это пособие. Ну, возможно, это пригодится. Я немного задачу, саму задачу, ситуацию сопоставила с первым заданием, вот именно по этой ситуации. Пособие немного по-другому, но вот вы сможете приобрести себе это пособие и уже посмотреть, как это там расположено. Ну вот, вы успели прочитать ситуацию. Смысл здесь в том, что нам нужно определить, как получить максимальную прибыль, то есть чистый доход. Обратите внимание, несмотря на то, что ситуация здесь практически приближенная к реальной, здесь все равно, и мы говорим об этом школьникам, мы все равно берем какие-то идеальные условия, потому что мы учимся, мы сначала учимся. Мы допускаем при решении этой конкретной задачи, что зависимость между ценой обеда и числом посетителей выражается линейной функцией. Хотя, в принципе, это не всегда так. Но мы говорим об этом, мы это не скрываем, мы говорим об этом школьникам, чтобы они имели об этом представление. Сейчас, чуть позже, мы еще этого коснемся. Смотрите, пример предлагается следующий. Для кого-то я напомню, кто-то, может быть, увидит это впервые. Доход ресторана от бизнес-ланча равен произведению количества проданных обедов и их цены. То есть вот функция зависимости от цены и количества обедов. Линейная мы берем функцию, как здесь и было сказано. Предполагаем, что вот это линейная функция. А все достаточно просто. Пока хватит материала 8-го, может быть, 9-го класса. Смотрите. Выбираем в тексте те моменты, которые нам необходимы для дальнейшего решения проблемы, чтобы понять, какое математическое содержание нам нужно для того, чтобы прийти к правильному решению, к правильному ответу. Смотрите. Было написано уже в тексте задания, было написано, что прибыль рассчитывается как разность между доходом и издержками. Издержки постоянные переменные, об этом тоже было написано в тексте задачи. Мы вводим специальное обозначение и записываем выражение по тексту задания. Все по тексту задания. Все берем из текста. Никуда дальше не идем. Вот она. Это тоже функциональная грамотность. Можно это взять точно так же для подготовки к международным исследованиям или для подготовки к основному государственному экзамену. Почему нет? Посмотрите. Дополнительная информация. В зависимости от количества называется функция спроса. Это интересный дополнительный материал. Мы принимаем, что это линейная зависимость. И вот эта известная формула. Вот эта известная формула. В принципе, ее можно взять. То есть она доступна. По условию задачи мы составляем систему линейных уравнений и решаем ее. Здесь не будем мы подробно ее решать. Это материал седьмого класса. В принципе, решение системы линейных уравнений. Решать можно различным способом. Мы полученные значения подставляем в функцию спроса. Вспоминаем опять, как рассчитывается прибыль. Мы уже об этом говорили. Разность между доходом и издержками. Получаем, что функция прибыли имеет следующий вид. После преобразования... Мы берем эту разность, преобразовываем и получаем, что это квадратичная функция. Отвечать дальше работать с ней можно любым способом, как удобно. Но, в принципе, здесь способ предлагается. Понятно, что графиком квадратичной функции, вот этой конкретной, является параболы ветви, которые направлены вниз, потому что коэффициент отрицательный. Мы находим максимум по известной формуле. Можно строить, можно не строить эту функцию. В принципе, график этой функции, в принципе, это не обязательно. Мы находим максимум. И этот x максимальный является оптимальным числом гостей ресторана. Смотрите. Ну, а дальше уже дело арифметики. Мы просто подставляем и находим оптимальную цену обеда, подставив в значение аргумента, для того, чтобы найти значение функции. Мы находим цену обеда, это 340 рублей. А найти нам нужно максимальную чистую прибыль только от продажи бизнес-ланча. Ну, сначала мы считаем максимальную прибыль от проведения акции бизнес-ланча. Смотрите, находим, что это 16 тысяч рублей. Исходя из того, что в месяц 21 рабочий день, бизнес-ланч, мы знаем, что, как правило, это работающие люди во время перерыва пользуются бизнес-ланчем. Поэтому берем 21 рабочий день и находим, что чистая прибыль 336 тысяч рублей. Вот такая задача достаточно интересная. Ну, понятно, что, возможно, для того, чтобы разобрать ее решение, понадобится, может быть, полурок, а то и целый урок. Но, в принципе, задача достаточно интересная. И вы можете увидеть, что, в принципе, ее можно рассматривать не только в 10 или 11 классе, но и для 9 класса, и для 8 даже. Она вполне доступна. Ну, 9, давайте все-таки. 9 класс, предпрофильная подготовка. По-разному. Как я уже и говорила. Задача для самостоятельного решения. Посмотрите внимательно. Здесь есть, например, мы повторяем тему решения системы уравнений. Тут вообще с тремя неизвестными. Это интересно. Дальше. Здесь есть простые задания. Вот, например, седьмое задание. Здесь можно увидеть, например, оно практически устное. Здесь есть задания с рекомендациями по решению. Задачи с ответами. Различного вида заданий. Смотрите, я вот очень хочу успеть разобрать лабораторную работу, поэтому я сейчас буду немного торопиться. Сейчас мы перейдем на следующий. Дальше, смотрите, как я уже и говорила, здесь помимо того, что рассматриваются конкретные задачи и решения задач, здесь показывается, где вообще, в принципе, этим можно заниматься. Вот сейчас очень востребованная профессия – это профессия программиста. Но многие молодые люди, например, в седьмом, восьмом, восьмом, девятом классе, подростки, решают, что для того, чтобы быть программистом, то есть они не сопоставляют программирование и математику. Они думают, ну это что, мы сидим за компьютером, делаем какие-то приложения, и математика здесь не нужна. Но поступив даже, ну вот мы знаем, что на некоторые специальности, в технические вузы, конечно, я не говорю, например, о московских вузах, таких как Высшколы экономики, например, в ВСТЕХ, иногда требуется не очень большое количество баллов даже при сдаче профильного ЕГЭ по математике, например, какие-то региональные вузы или не такие известные вузы. И я вот, например, очень часто знаю такие истории молодых людей, старшеклассников, выпускников, абитуриентов, которые радовались, что они поступили в вуз, где прикладная математика, где программирование, и на первой сессии их ждал определенный такой сюрприз, потому что им тяжело было без реальных таких серьезного знания математики. То есть им кажется, что информатика, прикладная информатика, программирование – это что-то такое радостное, веселое, работа за компьютером, и, собственно, ничего серьезного здесь не нужно. А на самом деле здесь очень серьезная прикладная математика. Здесь столько нужно всего знать, и школьникам, конечно, нужно об этом рассказывать, показывать. Я вот даже показывала сборники по математическому анализу, в шестом-седьмом классе показывала школьникам, дети открывали и понимали, что они там кроме каких-то союзов, каких-то отдельных русских слов вообще ничего не понимают. Я говорила, что в принципе разобраться здесь достаточно просто, если планомерно заниматься математикой. Что на первый взгляд, да, конечно, это сложно, а потом оказывается, что если заинтересоваться, если есть мотивация, то в принципе ничего сложного нет. Так вот, математик-программист. Александр, если вы разрешите, мы с вами эту дискуссию можем продолжить устно, может быть, в переписке, потому что сейчас у нас немного другая тема, поэтому чуть позже. Или у меня планируются еще вебинары, конкретно еще по всероссийским проверочным работам, и тогда мы об этом поговорим. Я думаю, что вы не будете против, просто сейчас, чтобы не отвлекаться. Спасибо вам большое за вопросы ваши. Они всегда бывают очень интересными и важными, не только для меня, но и для других слушателей, потому что на самом деле вы очень интересно всегда пишите и комментируете. Следующее, то есть математик-программист, вы посмотрели, я не стала зачитывать, математик-аналитик, очень распространенная сейчас в наше время специальность и очень востребованная, посмотрите. Причем не только, ну вот в основном, конечно, в сфере экономики, в сфере продаж. Но это вот крайне важно. Здесь нужно уметь прогнозировать, построение моделей математических здесь, только этим в основном они и занимаются. И вот здесь, обратите внимание, вот и транспортные задачи. У меня, кстати, была курсовая работа по транспортной задаче тоже в ВУЗе в свое время, причем без использования никаких технических средств. Это делалось вручную, все таблицы составлялись, было очень интересно, кстати. Ну, то есть массивы информации, достаточно большие массивы информации. И, конечно, сейчас компьютерные технологии, информационные технологии приходят здесь на помощь, но математику, разумеется, тоже здесь нужно знать. Вот здесь очень хорошо показывать, что именно нужно для того, чтобы стать таким профессионалом. Что должен знать человек для того, чтобы работать в той или иной профессии? И хотя бы из перечисленных. Смотрите, вот оно, и численные методы, и теория вероятности, и математический анализ. То есть абсолютно достаточно много. И многое другое здесь можно говорить тоже достаточно много. Здесь и иностранный язык, не обязательно английский, и статистика, и физика. То есть очень много, в зависимости от того, в какой именно области будет работать математик-программист или математик-аналитик. Это очень важно. Надо сказать, что вообще, в принципе, с построением математических моделей мы сталкиваемся еще в начальной школе, когда составляем выражение для решения задачи текстовой, когда решаем задачу. Далее мы составляем уравнение, потом система линейных уравнений, неравенство. Это уже математическая модель для решения задачи. То есть мы, в принципе, это делаем с учениками. Смотрите, я не удержалась, показала еще несколько задач для самостоятельного решения. Очень интересно. Смотрите, то есть конкретные ситуации. Причем показано, что иногда не конкретное число бывает решением той или иной задачи, а именно модель. Нужно построить модель. Иногда бывает и такое. И мы сейчас постараемся с вами рассмотреть, конкретно вместе с вами выполним одну лабораторную работу из сборника. Обратите внимание, прежде чем использовать, Microsoft Excel сначала тот же самый метод скользящего среднего изучается без использования технических средств. То есть руками. Непосредственно с помощью вычислений. И только потом показано, то есть для того, чтобы у школьника появилось понимание. И только после этого показано, как можно облегчить вот эту задачу с помощью дополнительных технических средств обучения. Вот в данном случае Microsoft Excel. Смотрите, дан такой пример. Пример сеть, то есть это ближе уже к середине курса. Дано такое задание. Торговая сеть продает книги в книжных магазинах небольших городов, маленьких городов. Произведено наблюдение, производилось наблюдение в течение 2015 года. Школьник сразу может сказать вопрос, почему это не современный, почему 2015 год. Опять же можно точно так же сказать. Потому что мы учимся. И проще взять тот год, который уже прошел, где уже в принципе все данные есть, все известные, потому что здесь можно посмотреть, действует ли этот метод или нет. Потому что как раз для того, чтобы научиться, как этот метод работает. Посмотреть, как этот метод работает. Вот дана таблица. За 11 месяцев с января по ноябрь выполняется эта работа в Excel. Нужно использовать пакет анализа, который я уже показала, как эта надстройка активируется в Excel. Здесь это еще раз показывается. И что здесь нужно сделать? Смотрите, пошагово мы сейчас вместе с вами выполняем лабораторную работу. Смотрите, мы составляем прогноз на декабрь. Что мы делаем изначально? Открываем Microsoft Excel, заполняем таблицу по условиям задачи. Посмотрите, вот они 11 месяцев с января по ноябрь, с 1 по 11. И выручка. Просто перепечатываем с того, что есть в условии задачи. Все. То есть у нас с вами два столбца. Смотрите, столбец А месяц, столбец Б выручка. И вот со 2 по 12 у нас числовые данные. Смотрите. После этого мы переходим на вкладку «Данные» и нажимаем на кнопку «Анализ данных». Просто нажимаем. После нажатия на кнопку «Анализ данных» у нас появляется окно. Контекстное меню. Смотрите. В этом окошке мы выбираем пункт «Инструмент скользящие средние», потому что именно этим методом мы пользуемся. И нажимаем на «Ок». Появляется следующее окно. Смотрите внимательно. Вот это скрины. То, что я делаю, вы сможете это сделать тоже сами. Появляется следующее окошко. Здесь мы видим, что пропущенные строки, которые мы должны с вами заполнить. Ну, давайте посмотрим внимательно, как в этом окне мы будем заполнять входной интервал и так далее. Ну, что такое входной интервал? Это те данные, которые нам даны на входе. Ну, что это за данные? Это выручка за 11 месяцев. То есть диапазон, посмотрите, B2, B12. Смотрите. Вот этот диапазон. Можно ввести его вручную, но только используя специальные ссылки. Либо выделить этот диапазон, то есть установить курсор. Вот он здесь уже установлен. И выделить вот этот диапазон B2, B12. Ну, сейчас я перейду на следующий слайд. И там подробно написано, как это нужно делать. Итак, входной интервал. Указываем адрес диапазона. Обратите внимание, здесь абсолютные ссылки. Указаны вот эти знак доллара. Это абсолютные ссылки. Если у вас есть какие-то вопросы по абсолютным относительным ссылкам, вы, в принципе, либо можете задать мне их, но только не сейчас, потому что у нас это отдельная тема, отдельный вопрос. Либо я бы посоветовала эту лабораторную работу проводить совместно с преподавателем информатики. Если вы еще информатика преподаете, то это вообще замечательно. В принципе, здесь все понятно. В поле интервал мы ставим интервал обработки значений методом сглаживания. Но вот предлагается здесь пособие поставить 3 месяца. Далее, посмотрите. Выходной интервал. Любой диапазон, но только не внутри того диапазона, который уже указан. То есть здесь предлагается, например, C2, C13. На 1 больше это должно быть, потому что нам нужен 12 месяц прогнозировать. Можно D2, D13. В любом месте. Просто лучше поближе, чтобы это было нагляднее. Посмотрите. Можно поставить галочку в окошко вывод графика. Мы сейчас посмотрим и так, и так, и так. А можем не ставить. Вот если мы не поставили галочку в окошко вывод графика, мы обязательно должны поставить стандартные погрешности. Погрешности будут здесь. Смотрите. И нажимаем ОК после того, как все данные внесли. Здесь все есть, вроде бы все наглядно, понятно. Вот это без графика. Если мы не поставим галочку в значении графика, сейчас все будет понятно. Мы уже видим здесь выходные данные. Посмотрите, это 9000 прогноз. Внизу посмотрите, в ячейке C12. Если мы поставим галочку в вывод графика, видите, оно здесь есть, в вывод графика, галочка стоит, то тогда, на мой взгляд, будет более наглядно. Посмотрите внимательно. Вот они, C12 здесь стоит в значении 9000. И на графике тоже это представлено. Теперь давайте проверим. Вот мы взяли сглаживание 3 месяца. Далее пособие предлагает сделать еще один анализ, но уже взять сглаживание 2 месяца. И посмотреть, где более плавная вот эта скользящая средняя. Смотрите, как это происходит. Мы опять нажимаем на кнопочку анализ. Опять появляется то же самое окно. Входной диапазон, входной интервал тот же самый. Мы здесь просто меняем интервал. Вместо 3 пишем 2. Причем старые данные у нас никуда не денутся. Вы сейчас это увидите. А входной интервал берем другой диапазон. Там у нас был C2, C12. А сейчас мы берем Е2, Е2. То есть другой диапазон. Посмотрите. Вот мы его взяли. Рядышко. Занимает это 2 столбца. И получается у нас 2 графика. И мы видим с вами, что второй график, он дает более плавную информацию, более плавную кривую. Смотрите. Значит, разумеется, выгоднее взять то значение, где более плавная кривая. И здесь мы тоже с вами видим, что в ячейке Е12 значение 8800. И это позволяет нам сделать вывод. Стандартная погрешность при расчете скользящей за 2 месяца, она меньше, чем аналогичный показатель за 3 месяца. В принципе, вы можете сказать, что это было очевидно. Но тем не менее, для сопоставления мы, когда делаем с вами лабораторные работы по физике, мы тоже с вами делаем несколько одинаковых, казалось бы, измерений. И берем средние. То есть здесь примерно та же самая ситуация. Для того, чтобы убедиться, посмотреть. И мы видим, что прогнозируемым значением на декабрь можно считать вот такую величину, которую мы получили за последний период. Это 8800 тысяч рублей даны значения. Вот мы достаточно много сегодня с вами вместе провели времени. Абсолютно все здесь рассмотреть было, ну, не получилось бы. Пособие интересное, я думаю, что вам тоже было интересно. Если будут запросы от коллег, от вас, коллеги, если вы захотите посмотреть, может быть, еще какую-то лабораторную работу, может быть, рассмотреть транспортную задачу, как она здесь решается, может быть, метод наименьших квадратов, как используется, в принципе, это можно будет тоже сделать. И посмотреть, может быть, в диалоге с кем-нибудь из вас, может быть, вот с Александром, например, в конкретной какой-то теме это сделать. То это было бы интересно, я думаю, может быть, и вам, и мне. Для вас, посмотрите внимательно, по этой же теме немного другого формата вебинар проводил мой коллега Олег Андреевич Литвинов. Здесь есть прямая ссылка на запись, посмотрите, пожалуйста, я рекомендую. Он немного с другой стороны посмотрел на это пособие и на построение работы по пособию. Посмотрите, может быть, вам это понадобится. Дальше, посмотрите, про проектный исследовательский педит. Может быть, эти вебинары вам пригодятся. Если нужна будет презентация, то вы сможете обратиться ко мне за помощью. Я вам тогда эту презентацию пришлю, потому что контактные данные я всегда вам свои даю. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы. Александр, я жду от вас обратной связи в том числе. Я помню ваши замечания в том числе и про всероссийские проверочные работы. У нас планируется в конце ноября большая конференция, всероссийская онлайн-конференция для учителей математики, где в том числе будут задействованы известные спикеры и авторы наших пособий, в том числе и составители основного государственного экзамена, контроля измерительных материалов, единого государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы в том числе. Если вас заинтересовало либо это пособие, либо какое-то другое пособие, причем не обязательно по математике, не забывайте использовать промо-коды, потому что где 10% скидка, она действует, пока достаточно большое количество времени будет действовать. Ну, я думаю, что вы сертификат уже скачали. Если есть проблемы с заполнением, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием вам помогу, в принципе, по любому вопросу. Спасибо вам большое за обратную связь. До новых встреч, уважаемые коллеги. 29 числа я приглашаю вас на свой вебинар по работе, при подготовке к базовому ЕГЭ по математике. Я знаю, что, несмотря на то, что базовый ЕГЭ по математике, к нему по-разному относятся учителя математики, авторы и составители, но, тем не менее, дети, которые сдают базовый ЕГЭ, они есть, и на них тоже необходимо обращать внимание. Поэтому я все-таки решила такой вебинар поставить в план. Всего доброго, уважаемые коллеги. Здоровья вам сейчас, это очень важно. И творческих успехов. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...